Африканские танцы, старожитные моты в это ямниче у сход. Усёг это палитра барабанной музыки. Атрымливать зударом мелодию, вучать у этничной школе, адзиной у Минску. Пакуль там играют на двух барабанах, дарбука и джембе. Первый инструмент арабский, а другие африканский. Ну а сё лето Миншан знайомить будуть и с гучаннем японских барабанов тайка. Александр Драгун, одной из первых, оценила его гучанне. СТАРОЖИТНЫЕ МАТЫВЫ И МЕЛОДЫ И ТАЯМНИЧЕГА У СХОДУ ТАЦЯНА АННИШЧЕНКА ПАЧАЛА ВЫВУЧАТЬ МЕСЯЦ ТАМУ. ТАДА ИЗРАБІЛА ПЕРШЕЕ СТУКИ НА БАРАБАННЕ ДАРБУКА. Гучанне арабского инструмента добра знайомы дзяучыне. Два годы займалася танцами живота. Тяпер аккомпануе. Пока мы думаем только о том, как нам руки правильно поставить, как нам звук правильно извлечь. Ну а потом уже со временем вливаешься, и просто вот в этом ритме во всем сидишь, такая, как это пританцовывающе немного. Выстроивать зудару мелодую учить у один и у столицы этничной школе. Капа свойць нотную навуку барабана Дарбука, необходно ведать у сего трэба значэнни. Тэ, Ка и Дум. Изначально, собственно, Дарбуки, да, были вот такие, то есть керамический корпус и кожаная мембрана, чаще всего кожа козы. Вот. Потом уже стали появляться металлические с пластиковой мембраной. Дарбука – старажытный инструмент. У першуни у гуки такого барабана пачулю у пятым стагодзе да нашей эры. Глыбокий, низкий гук стварается за кошт открытого дна инструмента – акустычной воронки. По таким же принципе отрымливаются мелоды из африканского барабана джэмбэ. По форме джэмбэ нагадывая кубок с натягнутой скурой козы. Протки верали, что гуки гэтага барабана лечать. Дарачи сегодня африканске мелоды выкарэстовуюць у терапеутичных метах. Специфичная музыка знімая эмоциональное напруження. Существует правило треугольника – это когда руки на мембране, вот, изначально вот так, и оно вот в таком принципе. Нотные грамоты со скрипичным цибасовым ключом у гэтага инструмента няма. А таму нават за пешу рок можно паутарыць простую африканскую мелодую. Пеш, чем навучыцца играть на барабане джэмбэ, треба освоить тряснуные гуки. Гэта бас, тон и слэм. Раней на барабанах играли у храмах. Цяпер такую музыку можно пачуць под открытым небом. Як сольна, так и у ансамблі. Интерес, оказался, превысил ожидания. То есть, людям на самом деле это очень интересно, хотя это, опять же, вроде как немножко чуждая культура. Все лето у школе почнутся постигать ухудшение японских барабанов тайка. Александр Драгун и Александр Шостакович. Агентство Талиновин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова